Привет, друзья! Я Алекс, а это лаборатория настольных игр профессора Фикуса. И вот пришло время побеседовать о еще одном государстве-наследнике внутренней сферы, а именно о Капианской конфедерации или Доме Ляо. Это самое молодое государство внутренней сферы, самое слабое на момент окончания наследных войн, однако позже, благодаря сочетанию умелой дипломатии и военной хитрости, оно стало вровень с остальными государствами-наследниками. Изначально капелланцы задумывались как самые ультраплохиши этого сеттинга, поскольку это были космические социалисты, да еще и в основном состоящие из бывших граждан Советского Союза и Китая. А если вы помните, то лор Бэтл Теха писался во времена Холодной войны, и тогда было достаточно повесить ярлык космические социалисты, чтобы все сразу поняли, что это местные плохие парни. А поскольку тогда активно пропагандировалась идея того, что все жители СССР это сволочи, подлые трусы и предатели, то я думаю вам понятно, почему конфедерация и капеллы так регулярно доставалась от остальных великих домов, и почему ее описывали как поместь тоталитаризма и концлагеря, с гражданами, у которых отсутствует собственная воля, свобода мышления, и вообще они рабы с промытыми мозгами. Правда, с окончанием Холодной войны в реальном мире это отношение несколько поменялось, но от клейма злобных космических коммунистов капелланцам отмыться так и не удалось. Соответственно, и история дома Ляо точно так же зависит от того временного отрезка, в который она писалась. И первые же расхождения начинаются в истории создания этого дома, а именно касательно его основателя, Илаеса Ляо. Все началось с того, что этот сын английского политика и дочери непальского профессора, получивший блестящее и разностороннее образование, в прямом смысле ворвался в политику, стал одним из членов ассамблеи свободного города-государства Гонконг, а позже аж третьим президентом его. Но потом Гонконг оказался захвачен Китаем, и Илаес Хунг Ляо был вынужден бежать куда-то в Гималайи. И вот дальше уже начинаются те самые расхождения, о которых я говорил ранее. В версии истории внутренней сферы, которую, как вы знаете, писали адепты Комстара, за годы пребывания в изгнании в голове Илаеса что-то происходит, он строит невероятную крепость, набирает толпы фанатиков и обрушивается с атаками на членов мирового парламента, истренне считая, что анархия – это единственный оставшийся доступный образ жизни для человечества. Его фанатичные сторонники отчаянно взрывали одного за другим парламентариев, бюрократов, правителей, олигархов и прочих товарищей такого формата. И дело дошло до того, что индоктринизированные смертники с микрогранатами стали визитной карточкой этого агрессивного культа. Но после того, как в результате ядерного взрыва были уничтожены три финансовых квартала в Пекине, мировое правительство, пусть и не получившее подтверждение того, что Илаес санкционировал подобную акцию, или вообще стоял за ней, заочно вынесло ему смертный приговор. Сказано – сделано. И вот отряды китайских командос, поддерживаемые европейскими, индийскими и подразделениями остальных наций, обрушились на его крепость в Гималаях. Самому Илаесу, как и двум его сыновьям, Виктору и Дэвиду Полу, удалось спастись, в то время как его жена Синтиана и две маленькие дочери погибли при штурме крепости. Но вместо того, чтобы мстить за смерть любимых, он предпочел тайком покинуть Терру и основать колонию где-то там на окраинных мирах. И подобное, в кавычках, чудесное превращение политиков безумного культиста у многих историков вызывает, мягко говоря, вопросы. Также многие считают, что никоим образом изготовленная из заранее произведенных модулей деревенька в Гималаях не могла превратиться в твердыню и оплот зла. И самое главное, человек, который казнил глав государств, парламентариев и бюрократов, неожиданно чего-то испугался и сбежал с Терры? Да вы серьезно? Скорее всего, будь это легенда про злобного и одержимого культиста хотя бы в малой степени правдой, он бы не успокоился до тех пор, пока в ядерных руинах не оказался бы весь земной шар. Ну и едва ли бы колонисты выбрали человека, известного как серийного маньяка и убийцу, главой целой колонии. А ведь именно это и случилось на окраинном мире, который он нарек Синтианой в честь своей покойной жены. А еще Элаэс проявил себя умелым планетарным администратором, прозорливым политиком и просто опытным экономистом. И благодаря его маневрам, Синтиана приобрела репутацию надежного поставщика пищевой продукции во всем секторе. И когда в возрасте 61 года он скончался, восторженное местное население, вопреки протестам его сыновей, переименовали Синтиану в Ляо, создав таким образом базу для дальнейшей эрспансии этого великого дома. И после этого, дом Ляо начал потихоньку разрастаться, принимая под свою руку и поддерживая другие миры капеллы, и в конце концов, Эмиль Ляо буквально за несколько лет до своей смерти объявил Ляо герцогством, себя его правителем и сфокусировался на создании торгового флота, который одинаково эффективно мог как торговать, так и защищать себя или участвовать в набегах на противника. К тому времени капелла буквально изобиловала всевозможными государствами Союз Тихонов, Капелланская Республика, Автократия Сарны и масса других. Весь этот котел микро- и макро-государств в прямом смысле бурлил от постоянного взаимодействия, то они враждовали между собой, то дружили, то дружили против кого-то, в общем, вели насыщенную жизнь. Однако конец этой феодальной раздробленности и начало формирования Капелланской конфедерации положил вторжение дома Девион и аннексия Сарнской планеты под названием Белл. И вот вначале все эти миры сплотились в некую структуру под названием Капелланская общность, которая, по сути, была чем-то типа республики, то есть хотя формально они объединились, но по факту процесс тянулся бы невероятно долго и закончился бы либо распадом этой структуры, либо ее аннексией Домом Девиона. Премьер-министр этой общности Уоррен Арис интересовался только деньгами, получал огромные взятки и старательно набивал мошну своей династии, что совершенно не понравилось остальным представителям общности и в первую очередь Франко Ляо. И поэтому на новом заседании парламента он выступил с радикальным предложением разогнать чертям эту общность и создать новую конфедерацию, единую как в финансовом, так и в экономическом плане и способную дать отпор проклятым Девионам и Лиге Свободных Миров. И в качестве бонуса он предложил им свой торговый флот, но тот самый флот, в котором корабли были и торговцами, и воинами одновременно. А если, говорит, вы мою идею не одобрите, то я и мой флот покажем вам пятую точку и сами сражайтесь с Девионами. Нам на вас наплевать. А когда парламентарии начали бухтеть про то, что, мол, коварный Ляо хочет лишить их гражданских прав и свобод, подменив это все диктатурой, его жена, выхватив церемониальный меч с его пояса, приставила его к груди Франко Ляо и сказала, если он хотя бы покусится на ваши права и свободы, и я проткну его этим самым мечом. Это так вдохновило парламентариев, что они приняли предложение Франко, а также избрали его премьер-министром этой самой общности, которую он буквально вскоре распустил, заменив ее Вестима конфедерацией, в которой он стал канцлером. Потом объединенная конфедерация дала пинка давионам, показала бронированный кулак Лиги Свободных Миров и начала потихонечку разрастаться и процветать. Развал Звездной Лиги очень плохо сказался на конфедерации, и последовавшие затем наследные войны были весьма жестоки по отношению к ней. И все это в целом довольно печально, поскольку те же Аристские соглашения, которые регулировали применение оружия массового поражения, ядерного, химического и так далее, были написаны канцлером Алишей Ляо, активно старавшейся покончить с насилием и ограничить гибель гражданского населения во время непрекращающихся конфликтов. Например, в августе 3028 года, во время церемонии свадьбы с Мелиссой Штайнер, Хэнс де Вион сказал следующее, «Дорогая, в качестве свадебного подарка я дарю тебе Капелландскую конфедерацию». Самое забавное, что Фаза тогда, это создатели BattleTech, реально проводили этот ивент, и названия планет, которые стали целью вторжения Девионов, были написаны на тарелках, на которых гостям подавались разные блюда. И говорят, что Марсимилиан Ляо, тогдашний канцлер, носился по всему банкету, забирая эти тарелки, выхватывая их из рук других гостей, и судорожно пытаясь запомнить названия миров, которые будут атакованы новоиспеченным содружеством. Но на самом деле, это была устаревшая информация, и Девионы уже начали наступление, и если бы не вмешательство Комстара, то песенка Капелланской конфедерации была бы спета. Это я вам просто привел пример того, как начинались наследные войны, и это было начало последних, четвертых войн. Если бы я ставил перед собой задачу описать всех разных канцлеров, которые правили Капелланской конфедерацией, а также какой ущерб был нанесен ей, и какую часть этого ущерба нанесли именно ее неумелые правители, то, наверное, это видео затянулось бы на несколько часов. Скажу лишь, что были там и безумные тираны, типа Кальвина Сумасшедшего, и просто свихнувшиеся товарищи типа Максимилиана Ляо, но были и мудрые правители, которые умело пользовались слабостями своих политических противников, играли на сильных сторонах Капелланской конфедерации, и в итоге добились того, что действительно сделали дом Ляо великим. Да-да, я сейчас про Суньцзу Ляо и его сына Даушена. Это вот прям яркий пример того, как благодаря военным хитростям и дипломатии можно из израненного и окровавленного государства сделать самую настоящую сверхдержаву. Но основой любого государства являются его подданные, а подданные дома Ляо гордятся своим государством. И если в ранних редакциях сурсбуков по бета у тех говорилось, что мол, они там тоталитаристы злобные, мозги промывают и так далее, то в более поздних книгах дом Ляо едва ли не в меритократию превратился. Что-то типа из звездного десанта Хайнлайна. Гражданство надо заслужить, гражданство — это честь, мы живем и работаем на благо всего человечества, а все остальные — это просто низшие расы, декаденты и вообще деграданты, тонущие в собственном моральном и физическом разложении. То есть в отличие от остальных государств-наследников, гражданство в Капиуанской конфедерации нужно заслужить. И происходит это следующим образом. До 15 лет дети считаются подопечными государства, получая бесплатное образование и активно участвуя в каких-то общественных проектах, чтобы улучшить жизнь своего сообщества. Далее, в 15 лет они проходят тестирование, а также специальная комиссия определяет, достаточно ли активно они участвовали в социальных проектах и каков вообще их вклад в развитие и общее дело конфедерации. Если комиссия считает, что будущий гражданин сделал достаточно для блага Капеллы, то он получает гражданство. Если нет, то ему дается двухгодичный период, скажем так, улучшить свою ситуацию. А если и за два года ситуация не исправляется, то он навсегда становится сервитором, то есть услужающим, низшей касты и, по сути, просто рабом. Что касается иерархии Капелланской конфедерации, то там все тоже довольно просто. Во главе с того стоит канцлер, и он обладает абсолютной властью. То есть формально существует так называемый дом потомков, а также префектура, являющаяся чем-то типа верхней палаты парламента. Но по сути, канцлер всегда может издать декрет, и этот декрет превалирует над любыми решениями префектуры. Как говорится, я есть государство. И это в полной мере относится к канцлеру Капелланской конфедерации. Напрямую подчиняясь префектуре, идет бюрократическая машина конфедерации, в нашем случае это всевозможные министерства, начиная от министерства образования, торговли, внутренних отношений, развития, и, естественно, военное ведомство. Вооруженные силы Капелланской конфедерации это серьезная и высоко профессиональная структура, которая, к сожалению, преизрядно испортила постоянное вмешательство в ее дела различных канцлеров. А ведь помимо регулярных вооруженных сил, еще существуют и полурелигиозные монашеские ордена, типа так называемых домов-воинов, которые напрямую отвечают канцлеру, состоят из фанатиков, и зачастую отправляются на весьма опасные и сомнительные миссии. Но и это еще не все, потому что помимо них существуют еще и так называемые команды смерти. Это элита вооруженных сил Капелланской конфедерации, их боятся и знают по всей внутренней сфере, и уже не только. И это действительно профессионалы с большой буквы. Ну и плюс, у дома Ляо одна из самых лучших разведок во внутренней сфере, которая называется просто и со вкусом маскировка. И это ведь правда? Она так и пишется, транслитом слова маскировка. Ну, что я могу сказать? Создатели данного куска лора очень креативные ребята. И если говорить о мехах дома Ляо, то тут все довольно просто. Помните, что у Капеллы всегда ограничены ресурсы. Они не могут позволить себе распылять их на громоздкие и дорогостоящие проекты. Поэтому, как правило, их основная доктрина сводятся к созданию легких, максимум средних мехов, по которым сложно попасть, которые набегают толпой, наносят урон, а если их уничтожают, то эти потери легко восполнимы. Не забывайте, что первые два тяжелых меха, которые были произведены в Капелланской конфедерации, это Катафракт и Кащей. И долгое время это считалось невероятным достижением для дома Ляо, и пилотировать этих мехов считалось огромной честью. В ранних Сурсбуках говорилось, что, помимо всего прочего, Капелланцам очень хотелось отомстить федеративному содружеству за все те беды, которые тот ему причинил, и поэтому высшим пилотажем считалось захватить Виктора, перекрасить его в цвета Капелланской конфедерации и им разбирать на запчасти войска Адавионов. Ну а так, в зависимости от того периода, в который вы играете, эти мехи могут варьироваться, но, так сказать, правилом хорошего тона будет взять как минимум Рейвена или Катафракта в расписку, поскольку капелланцы их очень и очень уважают. И, конечно же, никто не отменял случайную накидку, и в нашем случае это легендарное Random Assignment Table, в которое все-все-все весьма удобно расписано. Ссылочку на него я оставил в описании под видео, и на этом я на сегодня заканчиваю. Надеюсь, видео вам понравилось, вы почерпнули что-то для себя, и теперь Капелланская конфедерация в ваших глазах заиграет новыми цветами, и вы захотите ее собрать. Ну а если вы уже собираете капелланцев, то бросьте, пожалуйста, фото и свой опыт идры за них в комментарии под видео, ну или в группе ВКонтакте, это всем будет интересно. Также прошу поддержать канал лайком под видео, и подпиской, если вы еще на него не подписаны. Ну а если бы вам хотелось помочь развитию канала, то ссылка на ВКонтакт с его Донатом, Патреон, Бусти и просто реквизиты находятся в описании видео. Заранее вам спасибо. И огромное спасибо всем тем, кто уже поддерживает мой канал. Ребята, без вас бы ничего этого не получилось, и ваша поддержка для меня это самая большая мотивация. Так что на этом я с вами прощаюсь и желаю вам всем только интересных и ярких игр. От винта, друзья, до новых встреч!